В канун 9 мая в окружной столице прошел торжественный вечер, на котором чествовали ветеранов войны. В округе вспоминают о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Возле памятников героям Великой Отечественной войны прошли митинги и возложение цветов. В окружной столице прошла генеральная репетиция Парада Победы. 9 мая округ вместе со всей страной будет отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В окружной столице прошел торжественный вечер, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На нем собрались ветераны, инвалиды войны, дети войны, труженики тыла и вдовы погибших воинов, проживающие в Неницком округе. Всего порядка 300 человек. Поздравить присутствующих с Днем Победы и сказать слова благодарности тем, кто в годы Великой Отечественной войны помогал приблизить этот день, пришли официальные лица. Мы знаем, что округ внес свой серьезный вклад в, прежде всего, головое обеспечение. Жители округа поймали на фронт, оставались в родные дома, чтобы были рыбаки, алиминоды, рабочие, простые люди, которые не пожалели своей жизнью ради вклада в победу над фашизмом. И, конечно, мы всегда будем помнить подвиг наших предков, он будет вдохновлять нас на новые свершения, и мы всегда будем благодарны за то, что предыдущие поколения сделали для нас. Своё почтение виновникам торжества, окружным ветеранам, выразили представители ЗАГС Собрания Субъекта, администрация Наринмара и Заполярного района, а также общественных ветеранских организаций. В завершение официальной части всех присутствующих ждал тематический концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца культуры Арктика, после которого гости перешли к неформальному общению за чашкой чая. Отмечу, что сегодня в Нинницком округе проживают четыре участника Великой Отечественной войны, два жителя блокадного Ленинграда, 27 вдов, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 192 труженика тыла и 1471 ребенок войны. В канун празднования Дня Победы на территориях муниципальных образований округа прошли митинги с возложением цветов к памятникам. Жители поселка Искатели чествовали ветеранов и отмечали заслуги всех, кто внес свой вклад в победу у памятника оружия Победы танк Т-34. В митинге приняли участие порядка 150 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, представители государственных и муниципальных органов власти, жители рабочего поселка, трудовые и детские коллективы. А в окружной столице почтили память героев войны у памятника Наринмарским портовикам и самолета Як-7Б. Помнят Альпы и Дунай, тот светущий и поющий ангимар. Для Розы Ивановны Городиловой 9 мая двойной праздник. В этот день она не только будет со всей страной отмечать День Победы, но и свой юбилей. Ей исполнится 85 лет. Роза Ивановна – ребенок войны. 9 мая 1945 года ей исполнилось всего 8 лет. Но она хорошо помнит, как в Наринмаре узнали о Великой Победе. Гремит музыка. Ты слышите, слышите все. Да-да-да, война окончилась. И все бегут. Трибуна тогда была, и главное место, ну, где-то, это, Вечный огонь. Дальше вот, тут, так называемый, стадионная трибуна была. И туда все бегут, обнимаются, целуются, радуются, плачут. В общем, вот такой первый был 9 мая 1945 года. С тех пор прошло 73 года. Отгремели залпы Великой Отечественной войны, унесшие из жизни миллионы людей. Война принесла смерть и разорение в нашу страну. Не обошла стороной и Ниньский округ. Митинг памяти у танка Т-34 стал уже традиционным для жителей поселка Искателей. Это действительно была большая общая победа для всей нашей страны, которая далась неимоверными человеческими усилиями. И сегодня наша задача беречь нашу страну, беречь нашу историческую память, беречь все то, что нам досталось от наших предков. Торжественное возложение цветов прошло и у городских памятников героям войны. Студенты и педагоги Ниньского профессионального училища сегодня по традиции собрались на митинг возле памятника Наринмарским портовикам. Отсюда в 41-м году наши земляки уходили на фронт. Со славной даты 9 мая 45-го года прошло много времени, но 1418 дней и ночей, которые шла война, хорошо помнят ветераны, помнят те, кто ковал победу в тылу, люди, подарившие нам с вами жизнь и свободу. Памятник победы самолет Як-7Б был установлен 8 мая 2010 года в центре Наринмара. Монумент является прототипом героического самолета Як-7Б. Здесь также почтили память тех, кто отдал свои жизни ради спасения и свободы. Сегодня это единственный памятник в округе, наглядно показывающий материальный вклад жителей округа в общее дело победы над врагом. История этого памятника началась 7 сентября 1944 года. Жители Ненецкого округа передали летчикам Беломорской военной флотилии истребитель Як-7Б Наринмарский судостроитель, построенный на свои деньги. В ходе ведения воздушных боев герой Советского Союза капитан Тарасов сбил на нем 12 вражеских самолетов. Сколько лет бы не прошло, сколько эпох поколений не сменилось. День 9 мая будет для нас всегда главным священным праздником. Мы всегда помним наших героев и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память делает нас сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как цена каждой человеческой жизни. В дни праздничных торжеств по случаю победы именно у памятников жители округа дают дань уважения павшим. И тем, кто выстоял тяжелые военные годы на фронтах. Тем, кто ковал победу в тылу. Тем, кому мы благодарны за возможность мирной жизни. Всего за годы войны из Ненецкого округа были призваны на фронт почти 10 тысяч человек. Это каждый четвертый житель округа. Более трех тысяч человек не вернулись с войны. Александра Литкова, Александр Бобрякович, Владислав Носкин, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В преддверии 9 мая на площади Мороссии прошла генеральная репетиция Парада Победы. Военнослужащие войсковой части 12403 окружной полиции, главного управления МЧС России по НАУ и юнормейцы отрабатывали торжественное построение и марш. Товарищ полковник, личный состав войсковой части 12403 Министерства обороны Российской Федерации, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ненецкому автономному округу, юнормейцы в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Заместитель командира войсковой части 12403 майор Ермолаев. Как нам рассказал директор Дворца культуры Арктика Александр Бурдыка, подготовка к торжественному мероприятию, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась еще в прошлом месяце. С начала мая на площади Маратей проходят репетиции торжественного построения и марша. Праздничные мероприятия начнутся 9 мая с 11 утра. Начнется 9 числа в 11 утра. С торжественного построения, далее в выступлении официальных и приглашенных лиц, торжественное прохождение и возложение венков. Планируется, что в 12 часов мы это все закончим, обелиска Победы, и далее с 12 до 14.00 у нас начнется праздничный концерт, посвященный 9 мая. Также все желающие могут посмотреть на наших экранах прямую трансляцию с Красной площади. Мы ее будем транслировать на экран Дворца культуры Арктика. Ну и, в общем-то, праздничная торговля, интерактивные площадки тоже с 11 до 15.00. Традиционно без солдатской каши ничего не обойдется. На 14 часов запланировано формирование колонн Бессмертного полка. Шествие начнется в 15.00 от памятника Наринмарским портовикам. По улице Выучейского Бессмертный полк пройдет до площади Маратсей. Завершится акция возложением цветов к обелиску Победы. Во время формирования шествия для участников Бессмертного полка будут звучать песни в живом исполнении, песни времен Великой Отечественной войны музыкальными коллективами города Наринмара. Также волонтеры Победы будут раздавать георгиевские ленточки для всех участников. Телеканал «Север» будет вести прямую трансляцию торжеств в День Победы и шествия Бессмертного полка в Неницком округе. Прямое включение с площади Маратсей запланировано на 11 утра. 9 мая, сразу после окончания прямой трансляции из Парада Победы, в эфир телеканала «Север» выйдет интервью с главой региона Александром Цибульским. В канун Дня Победы в Рео губернатор рассказал информационному агентству НАУ-24 о своих героических предках, о детстве в кругу военных, об отношении к Бессмертному полку и памяти. Я на самом деле в основном всю информацию получал от моего деда по материнской линии, от Николая Ивановича, потому что мы, конечно, там жили рядом вообще, он принимал очень активное участие в моем воспитании. Наверное, если посмотреть, это был человек в детстве, который, ну, наверное, я доверял больше всего и считал его таким прям настоящим своим другом. Мы проводили очень много времени, он меня очень сильно любил, это было абсолютно взаимно. Второй дед Григорий Васильевич, во-первых, он ушел довольно рано из жизни, когда я был еще совсем маленьким, и у меня, скорее, такие воспоминания совсем детства о нем, как о дедушке, который водил купаться на Дон, когда я приезжал к нему. Они жили в городе в Рипецкой области, и до сих пор бабушка там живет, то есть большая часть моих родственников по отцовской линии. А с Николаем Ивановичем это были уже осознанные разговоры, он многое мне рассказывал. Но то, что вы говорите, насколько это были там эмоциональные или суровые рассказы, и, честно говоря, вообще всегда старался избегать вот этих эмоциональных оценок того времени. Я думаю, что люди, прожившие такой, ну, чудовищный период своей жизни, они, наверное, где-то внутри себя ставили блокировку этих эмоций. И на самом деле они были очень добрыми, спокойными, отзывчивыми людьми, абсолютно эмоционально, ну, что ли, не испорченными этой трагедией, которую приходилось пережить. Напомню полную версию интервью с главой региона. Вы сможете посмотреть на телеканале «Север» 9 мая сразу после окончания прямой трансляции с «Парада Победы». 9 мая автобусные маршруты на Ринмарского АТП будут курсировать по расписанию выходные и праздничные дни. В связи с временным ограничением движения в центральной части города изменится маршрут автотранспорта. С 8.00 до 13.00 часов рейсы до Морского порта будут следовать по Первомайской улице с заездом на остановку площадь Ленина. Во время акции «Бессмертный полк» автобусы будут доезжать только до площади Ленина. По воскресному расписанию будет работать маршрут номер 7, Морской порт, Озеро Безымянное. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте Наринмарского АТП. Отмечу также, что 9 мая на площади имени Ленина будут предусмотрены парковочные места. Как поясняют в мэрии, примерно половина площади будет задействована под парковку. Обсудили проблему людей с ограниченными возможностями по зрению и наметили совместные пути их решения. В региональном отделении Всероссийского общества слепых состоялась встреча с окружным омбудсменом, руководителем Департамента здравоохранения и соцзащиты населения НАУ, представителями окружной и центральной районной поликлиник. В рамках встречи уполномоченной по правам человека в НАУ Лариса Сверидова и руководитель регионального отделения Всероссийского общества слепых Борис Бажиков подписали соглашение о сотрудничестве. Обо всем по порядку расскажем в материале выпуска. На защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями по зрению окружный омбудсмен. Одной из главных проблем инвалидов, проживающих на территории региона, Лариса Сверидова считает получение путевки на санаторно-курортное лечение. Министерство здравоохранения два года тому назад утвердило новый список медицинских показаний для выдачи бесплатных путевок. В соответствии с приказом люди, страдающие проблемами слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, остались не у дел. Решить эту проблему пытаются власти региона. Обсуждали ее и омбудсмены на межрегиональном форуме, посвященном правам человека в арктическом пространстве. Я вижу, что население действительно испытывает серьезные проблемы. На форуме в резолюции мы отразили о том, чтобы данный приказ Минздрава претерпел изменения. И самое главное, чтобы те люди, которые по разным условиям приобрели заболевание слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата, все-таки они могли получать, чтобы это вернули в перечень показаний, да, вот эти заболевания. Как отметил руководитель окружного профильного департамента Сергей Сверидов, получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение жители округа могут не по инвалидности, а основному заболеванию. Соответствующие разъяснения были получены от Министерства здравоохранения. Человек может инвалидность получить в связи с тем, что у него нет ноги. Ну, уже более конкретно, да? Естественно. А на сегодняшний день у него основное заболевание может быть совсем другое, не связанное с отсутствием ноги. То есть врач ведет его, и у него есть заболевание основное другое. Все правильно. По которому... Основное. Да, не сопутствующий. Основное. Основное упор. Основное. Но только оно не связано с получением инвалидности. И, соответственно, по этому основному заболеванию мы выдаем направление на санаторно-курортное лечение. Основное заболевание – это то заболевание, по которому человек в данный момент находится на лечении. Он обращается по этому заболеванию. Наблюдается. Наблюдается у врачей. Наблюдается, а не так, что оно куда-то взялось. Как отметил Сергей Сверидов, эта информация будет доведена до врачей поликлиник. Я, по своей стороне, обещаю, что мы работу в поликлиниках городской и искательской проведем. Вместе с коллегами для меня это письмо, это как инструкция к действию, и мы его будем применять. Я думаю, что с нашей стороны проблем тех, которые возникали ранее, их не должно быть. В рамках неформального диалога стороны обсудили и другие проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. В завершении встречи уполномоченные по правам человека в НАУ Лариса Сверидова и руководитель регионального отделения Всероссийского общества слепых Борис Бажиков подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает обмен информацией и взаимодействие в решении проблем. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Прокуратура Неницкого округа совместно с редакцией газеты «Нярина Вендер» проведет 10 мая встречу за круглым столом по вопросам занятости населения. В разговоре примут участие заместитель окружного прокурора Сергей Лапин, сотрудники прокуратуры, представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа, регионального центра занятости населения, Департамента образования, культуры и спорта, а также заинтересованные должностные лица. Во время обсуждения будет работать горячая телефонная линия. 10 мая с 10 утра до 11 часов 30 минут любой гражданин может позвонить в издательский дом Неницкого округа по телефону 42164, включиться в обсуждение заданной темы, обозначить проблемы, связанные с вопросами занятости, рассказать о фактах нарушения прав на трудоустройство. Каждый вопрос будет взят на заметку. Гражданам дадут разъяснение действующего в этой области законодательства. При наличии оснований прокуратура округа организует соответствующие проверки. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...